Кажется, основные договоренности по армяно-азербайджанскому контракту уже есть. Стороны значительно поторапливают, и это очень заметно. Несколькими неделями ранее я писал по поводу анклавов, что все измерения там завершены, остались лишь этапы технических работ по приемке и сдаче. Об этом пишет политолог Алин Гивандян. Вчера стало ясно, что въезд граждан Армении на эти территории уже запрещен. То есть, давайте зафиксируем, что вскоре там появятся азербайджанцы, распространив свой контроль на эти районы. Однако азербайджанцы хотят и межанклавной территории, ибо с целью передачи произойдет военное столкновение и будет обеспечена фактически законная их сдача. Несколько месяцев назад в ряде интервью я отмечал, что повестка внеочередного заседания НС Армении весьма актуальна, и это исходящее от Запада требование увещевания. Повестка внеочередного заседания создала бы условия для формирования в парламенте новой оппозиции, функционирующей по линии Запада. Перед внеочередным заседанием стояла и другая задача — решить вопрос о новом премьер-министре, который не будет иметь ограничений, связанных с его прошлыми и нынешними контактами с Москвой. И что же имело место, от чего я повторно фокусируюсь на этом? Премьер-министр Армении сказал, мол, а зачем искать кого-то другого на моё место, когда я могу быть ещё более антироссийским? Даже больше, чем вы. И что мы увидели в реальности? Интервью «Телеграфу» и «Франца-24», сверхобострение антироссийскости прямым текстом, открытые дискуссии о повестке выхода из ОДКБ, антироссийские и обвинительные интервью спикера национального собрания. А что произошло в действительности, о чём было сказано? Премьер-министр Армении возложил на себя почётную миссию ещё более антироссийского, в несколько раз сократив путь Армении к причалу. Более того, какие бы процессы параллельно не стартовали, армяно-турецкие отношения значительно активизировались. И после некоторого этапа их потепления Россия и 102-я база будут приглашены к выходу из Армении. Кстати, вы знаете, что за бронемашины на фото ниже? Да, вы не ошибаетесь, это французские бастионы. Это машины, которые в большей мере отменно зарекомендовали себя во время обеспечения внутренней безопасности, в ходе ликвидации гражданских стычек. Более того, часть миротворческой миссии ООН именно посредством этих машин осуществляет патрулирование в ряде африканских стран. Франция продавала их в основном Африке, в том числе и своим африканским колониям, а также шведам. Украинцы отказались от этих машин. Теперь вопрос. Очевидно и понятно, что задачи, которые может решить данный автомобиль в Африке, едва ли сможет решить в условиях возможного военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, с учетом как географических реалий, так и имеющихся у противника возможностей для поражения этих машин. Теперь вопрос. Почему же они были приобретены? Я уже говорил об этом однажды, подтвержу это и сейчас. В Армении под юрисдикцией МВД формируется национальная гвардия, и эти авто закупили для того, чтобы предоставить данной структуре. И знаете в первую очередь еще для чего? Для того, чтобы когда согласно армяно-азербайджанскому мирному договору, азербайджанцы вернутся в Армению, а это наверняка приведет к локальным стычкам, посредством этих машин была бы возможность обеспечить там определенную стабильность и порядок. Более того, армянские подразделения не могут этого сделать, как из-за малочисленности, так и по причине неприемлемости для Азербайджана. Поэтому исполнение данной роли планируется предоставить некой структуре международного формата. Теперь вопрос. Какая страна в данной сложной ситуации направит свои войска с целью предотвращения этнических столкновений в Армении, войска, которые были бы легитимными для Азербайджана? Вы правы, Турция. Не напоминает ли это вам Александропольский договор? Когда вам говорили, что будущее придет вместе с турками и азербайджанцами, вы скептически отмечали, что это теория заговора, что это несерьезно и тому подобное. Когда вам говорили, что Арцах будет сдан, и даже более того, у вас были те же лица. Пустота, высокомерие и... Любовь к деньгам пожирают нас день от дня, написал Гивандян. Продолжение следует...